Во вторник, 3 мая, на девятый день после Пасхи, православные христиане отмечают Радоницу, день особого поминовения усопших, и молятся об упокоении близких и сродников, посещают места захоронения. Победа над смертью, которую одержал Христос своим воскресением, вытесняет печаль о временной разлуке с родными. В этот день мы молимся. Со святыми упокой Христе души раб твоих, и где же не есть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Молитва за усопших отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами церкви, основанной на земле Господом Иисусом Христом, который не есть Бог мертвых, но Бог живых. Так и сегодня мы приходим в Храм Божий, чтобы вознести молитвы о усопших сродниках и поделиться с ними общей радостью о воскресшем Спасителе, отчего этот день и называется Радоницей. Сам Господь, сошедший в ад к умершим и проповедовавший им свою победу над смертью, возвестил им эту радость. Святая Церковь приглашает нас вспомнить умерших своих родных в молитвах и попросить Господа о прощении согрешений и вселении их в светлые небесные обители. Также в этот день Церковь вспоминает святителя Николая Велимировича, епископа Охридского-Ижичского. Он родился в 1880 году в горном селе Лелич в Западной Сербии. Получив духовное образование, в 28 лет защитил докторскую работу. Началась Первая мировая война. После принятия монашеского пострига с именем Николай, он выехал на боевые позиции, чтобы исповедовать и причащать солдат. Своё жалование до конца войны перечислял на нужды раненых. В 1919 году Святейший Архиерейский Собор Королевства Сербии избрал отца Николая епископом Жичским. Однако вскоре после Хиротонии в 1920 году по его собственной просьбе епископа Николая направили в Охрид колыбель славянской духовности, культуры и письменности. Молодой, блестяще образованный епископ начал своё архипастерское служение. Часто владыка выезжал в отдалённые концы епархии, встречался с верующими, основывал сиротские дома, помогал восстановлению разрушенных войной храмов и монастырей. В это время были созданы его лучшие книги. Охридский пролог и миссионерские письма были и остались духовной пищей для всех жаждущих истины боголюбивых душ. Во Вторую мировую войну святитель Николай был заключён в концлагере Дахау. После освобождения в мае 1945 года епископ находился в Америке. Там он продолжал служить и работал над новыми книгами, отправлял помощь в разрушенную войну и Сербию. В то время его литературные труды на родине были запрещены, а сам он был назван сторонником оккупантов. Последние дни владыки прошли в русском монастыре Святого Тихона в южном Ханаане, штата Пенсильвания, где 18 марта 1956 года он мирно отошёл ко Господу. Смерть застала его за молитвой. Мощи праведника были перенесены в его родную деревню Лелич только в 1991 году. В этот же день православные христиане празднуют прославление преподобной Смарагды Нежинской в миру Иулиании Авраамовны Онищенко. Она родилась 2 января 1858 года в селе Черниговской губернии. Из-за крайней бедности в шестилетнем возрасте мать увезла её в училище для девочек-сирот при Введенском девичьем монастыре города Нежина. Там она приняла монашеский пострих, а со временем стала игуменей этой обители. Когда к власти пришли большевики, обитель закрыли. Святая не раз была арестована за антисоветскую агитацию. Её подвергали допросом, избиению и заключению, но Господь хранил свою избранницу. Во время Великой Отечественной войны игуменья Смарагда вернулась с сёстрами в разрушенную обитель. Осенью 1941 года был открыт Введенский собор и возобновились регулярные богослужения. В то время в обители было около 80 сестёр. В сентябре 1943 года Введенский монастырь был вновь закрыт. На этот раз игуменья было вынуждено переехать в Чернигов. Матушка поселилась неподалёку от Троицы Ильинской женской обители. В беседах с сёстрами святая говорила, что наступит время, когда монастыри и храмы откроют, а её останки будут покоиться в родном городе Нежине. Скончалась преподобная 10 января 1945 года. Предвидя свою близкую кончину, просила похоронить на монастырском кладбище, но чтобы гроб закапывали неглубоко, поскольку придётся её дважды переносить. Пророчество старицы сбылось. В 1969 году на месте монастырского кладбища был устроен парк, и гроб праведницы перенесли на новое кладбище. В ноябре 2011 года состоялось перезахоронение честных останков святой на территорию Нижинского-Введенского женского монастыря. В мае 2014 года в этой обители состоялось прославление в лике святых преподобной исповедницы Смарагды. Её мощи ныне покоятся в обители. Субтитры создавал DimaTorzok